Директор фонда «Руссидящая» Ольга Романова в нашем эфире. Ольга Евгеньевна, здравствуйте. 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 Можно ли сказать, что теперь Вагнер бюрократизировался и стал такой же тяжелой, неподъемной организацией, как и вся остальная российская армия? И я, с твоего позволения, добавила, так вот же, что он появился, этот новый лидер, наследник Пригожина. Будет ли это тот же равенство своего отца, скажем так? Ну, конечно, нет. Дело в том, что наследник Пригожина должен обладать пригожинскими качествами. И это не только харизма, это не только деньги, но еще и самое главное, самое главное связи, самое главное 30-летняя близость ко всем бывшим участникам питерской мэрии и роль модератора между питерскими же бандитами и питерскими чиновниками. Иногда это было оно тоже, но тем не менее. И этого как раз нет у 23-й Павла Пригожина, не будет никогда. И в лучшем случае станет неким практически чиновником, главой какого-то подразделения Росгвардии. Я напомню, что Росгвардия, она же национальная гвардия, курируется Виктором Золотовым. Виктор Золотов как раз выходец из полубандитов, полувице-мэров. И именно он, мы видим его за плечом Анатолия Собчака с малышкой Ксении, сопровождающей, видимо, ее в школу, охранник Собчака. Это Виктор Золотов, ныне глава Росгвардии, то есть человек, который очень давно знаком с Пригожидом, и который взял Сиротину Шоу под свой контроль. И, наверное, он самый удачливый из акул, кто дербанит на самом деле наследие Пригожина. Потому что я напомню, что помимо того, что какие-то части Вагнера теперь входят в Росгвардию, что опровергает депутат Александр Хитштейн, который говорит, что не может, конечно, никакие ЧВК войти по закону в Росгвардию. Все может, все может. В России еще не то можно сделать. И входит он туда формально, неформально, или только отдельными частями, или отдельными людьми, все это совершенно не важно. Другая часть Вагнера, напомню, заходит в подразделение Ахмат Рана Кадырова. И, собственно, Золотов и Кадыров — это члены одной команды. Очень давние спарень-партнеры. И давным-давно между Золотовым и Кадыровым. Наверное, Золотов — это единственный силовик в России, у которого с Кадыровым такие искренние связи. И они друг с другом очень и очень давно связаны и в бизнесе, и в жизни, и в политике. То есть Вагнер уходит в два направления. Под Золотова и под Кадырова, что одна и та же группировка. То есть наследие Пригожина поделено. И вряд ли там что-нибудь достанется Шойгу Герасимову, поскольку, да, Путин назначил правоприемнение. Это Седой, он же Андрей Трошев. И позвал его под Бахмут и так далее. Но, судя по всему, то ли Золотова передумал, то ли его слова давно ничего не значат. То ли его передумал, но он умер, как говорит там Славей. И мы имеем дело с бессмысленным и бессильным двойником. Ну, тут уж каждый выбирает любое, но Трошев исчез из публичного поля. Зато там теперь Золотов, Ахват, молодой сын Пригожина, которого, как известно, курирует вовсе не Седой, не Трошев, а другой офицер Вагдера с позывным «Лотус» и по фамилии Елизаров. То есть, да, тот самый Вагдер, который должен достаться был Трошеву, он полностью должен был подписать контракт с Шойгу, с Герасимовом, с Министерством обороны и стать частью Министерства обороны. И говорят, что этот Вагдер, он уже под Бахмутом. Но о нем ничего не слышно и не видно. А тот самый Вагдер, который ушел к Кадырову и к Золотову, никаких контрактов с Министерством обороны не подписывает. Ну, то есть, наследие Пригожина пока дербанится по этой линии. Посмотрим, что будет дальше. Я не думаю, что сын Пригожина будет иметь какое-то значение, но, во всяком случае, пока важна его фамилия и пока важно наименование Вагдер. Кстати, сказать, я тоже не сомневаюсь, что будут взяты туда и осужденные, поскольку те осужденные, которые воевали в Вагнере, имеют очень ценный боевой опыт и ухитрились сохраниться в живых. Они же сейчас формально не имеют статуса заключенных. У них было помилование, они свободные люди. И я не сомневаюсь, что они будут приняты и в Росгвардию, и если они захотят, то и в Ахмат. Нет с этими никаких проблем. Формально никаких. Получается, что младший Пригожин такой зиц-председатель. Возможно, даже, кстати, исходя из каких-то юридических причин, он во главе. Просто у него право подписи, фамилия, он наследник. А реально управляет всем Золотов и Кадыров. Так получается? Ну, получается так. Действительно, Золотов... Помните, когда был Триумвират? Очень долгое время продержался Триумвират. Кадыров, Суровикин и Пригожин. И, в общем, был четвертый. Четвертый, который не нарисовывался формально на фотографиях, но он был четвертый, это был Золотов. И вот сейчас часть этой команды, а именно Кадыров и Золотов, получили наследие Пригожина. Тогда как Суровикин, который все-таки остался под влиянием Министерства обороны, а скорее ГРУ, и явным близок к Юнусбеку Евкурову, заместителю министра обороны, они не получили этой части наследия Пригожина. Зато, судя по всему, оно просто разделено. Они получили его африканское наследие. И сейчас именно они орудуют в местах обычной дислокации Вагнера, только это уже ЧВК Редут, который входит в систему Министерства обороны. Судя по всему, просто по наследию проведена красная черта, неким красным карандашом, половина царства Золк-Тадыров, и половина царства Министерства обороны, но вот африканская часть. Вот вы, Ольга, упомянули о том, что наверняка еще будут также набирать из числа наемники, из числа зэков, скажем так. Но вот смотрите, в телеграм-каналах, связанных с ЧВК, отмечали, что в группу не станут принимать бывших наемников, перешедших после мятежа Пригожина в Минобороны Российской Федерации. Также вербовщик ЧВК говорил важным историям, что представляет единственный отряд, у которого есть официальный договор с Росгвардией, и по данным издания переговоры о переходе наемников в Росгвардию вели непосредственно Павел Пригожин и командир ЧВК Вагнера Антон, то есть он же позывной Лотос имеет, Елизаров некий. То есть это получается, как вы говорите, есть некие кардиналы, упомянувшие вами фамилии, а вот исполняющий, имея некие, скажем так, связи, вот у Павла даже родственные, скажем так, связи, чтобы на него велись и соглашались вступать в ЧВК. Но пока что речь не идет о именно сидевших и тех, кто были до мятежа. Ну, знаете, очень трудно вычленить из человека, который хочет поехать и продолжать воевать там в Росгвардии или с Трошином, или где угодно, где он был в момент мятежа. Это надо делать спецслужбам, и никто этим заниматься не будет. Главный человек имел боевой опыт, это самое главное. А самое-то еще важное то, что и тот самый Вагнер, который под Трошевым, и тот Вагнер, который под Золотовым, и тот Вагнер, который под Кадыровым, все эти Вагнеры многочисленные занимаются, в общем-то, одним. Они высасывают освободившихся вагнеровцев, тех, которые остались в России и очень серьезно ухудшают криминальную картину в России. Они занимаются тем, что уводят этих людей из мест обитания, из своих берлог. Они забирают их назад. Они все равно не нашли себя и не найдут никогда себя в мирной жизни и бесконечно совершают преступления. Если они совершают преступления, они попадают в СИЗО, и их тут же вербует сейчас Министерство обороны. Благо, законы и даже возможности для этого есть. А вот остальные, которые пока еще не совершили, их там несколько десятков тысяч, их надо забрать. И вот этим сейчас активно занимаются Вагнер-1, Вагнер-2 и Вагнер-3. Хотелось бы также уточнить, а что особенного предлагает сейчас нынешняя ЧВК Вагнер, которая уже с Розвогвардии фактически слилась? Вот, например, оплата составляет от 80 тысяч до 240 тысяч рублей. Не больше, чем предлагают, собственно, Минобороны, в принципе, официально. Так чего должны идти, как по вашему мнению, в этот ЧВК? И учитывая, да, вы так упомянули, что, в принципе, официально, с юридической точки зрения, оно как-то странно, не существует частных военных компаний, но они вот уже каким-то образом в законодательной форме должны стать частью Министерства обороны. Ну вот, как вы считаете, что особенного должно повлечь за собой в ЧВК Вагнер, желающих, условно говоря, воевать? Ну, вы знаете, самая главная работа, потому что люди, которые уже воевали и вернулись в Россию, прекрасно понимают, что они никому в России не нужны, что никто не собирается с ними носиться, никто не будет заниматься их социализацией, их реабилитацией и так далее. У них нет работы и не будет. Никогда. И вот эти все статьи о дискредитации российской армии, о необходимости защиты добровольцев и так далее, одни все остаются стадиями, по которым сажают недовольных, а с ними самими никто не связывается. И для них единственный способ получить работу, это либо устроить с охранником в магазин, и то вряд ли, потому что все понимают, что они психованные, что у них есть посттравматический синдром военный, и никто не будет связываться с агрессивным человеком, и кто-то привык убивать. Поэтому, в принципе, для них единственный путь это отправиться назад, что они и делают. Спасибо, Ольга Евгеньевна, вам за включение. Ольга Романова, директор фонда «Руссидящий», обсуждали новые конфигурации, новую форму человека Вагнер и то, как он будет существовать, как будет существовать эта частная военная компания. Спасибо, благодарим вас за включение. Продолжение следует...